Здравствуйте! С вами Ольга Воронова и вы на канале 7дач. Сегодня мы поговорим об очень насущной осенней проблеме. И я сейчас буду говорить не об осенних работах, хотя их очень много в этот период года. Самая главная проблема не это. А самая главная проблема это мыши. Ведь каждый садовод знает, что практически все наработанное за лето, вот все это многообразие, урожай, замечательные новые сорта, цветы, многолетники, всего этого у вас может не быть. Все это могут уничтожить мыши и крысы просто-запросто, уже начиная с этой осени. Но все знают, как они расправляются с урожаем. Был урожай, а на завтра уже пойдешь одни дырки. Но уж как они с тюльпанами расправляются, знает тоже каждый цветовод. То есть ущерб такой, что год может быть просто перечеркнут. Но первое, конечно, что всем приходит на ум, это расставить мышеловки. Но тут хочу огорчить. Мышеловки максимум, что могут сделать, это поймать одну-две мыши. Но это не решит проблем, потому что их полчища. Их просто полчища. Причем, как говорится, мыши это еще полбеды. Но самое главное, что в последние годы садовые участки одолевают крысы. Но уж с ними-то бороться и мышеловки-то бессильны. Мышь одна поймается, а полчища крыс будут гулять по участку. Однако, все-таки средства против крыс и мышей действительно реально эффективны, существуют. Которые именно сейчас пора в саду и применять. И сейчас я вам о нем расскажу. Что касается мышей, то, наверное, все садоводы знают, я думаю, все, что те мыши, которые тоже на участке чувствуют, как в себя дома, это на самом деле мыши-полевки. Они такие немножечко с ржеватой спинкой. Но не как правило. Вот на дачных участках это полевки. А где живут полевки? Ну, естественно, в бурьяне, в поле, за периметром участка. В общем, любые сорняки, бурьян, именно вот полевой ландшафт, так сказать, это излюбленное место обитания этих мышей. Они там роют норы, естественно, вот, где классическая кошка около норы кроулит мышь. Про это все знают. Собственно, поэтому пытаются скашивать траву, осматривать, там нет ли мышиных нор. Хотя это, конечно, не радикально. Мышь, она может пролезть практически в миллиметровые отверстия. Могут они это. Но вот интересно, что крысы, они есть самые главные вредители, самые опасные. Одна крыса, не знаю, это как 15 мышей, наверное. А вот где же они на участке могут обитать? Они же нор не роют, они же в поле не живут. Вот как раз они любят жить близ дачных домов. И на всякий случай обратите внимание на всякие щели в конструкциях, на всякие мостики, на всякие вот малые архитектурные формы, которые у вас есть в саду. А может быть у вас на столбиках стоит какой-то сарайчик или пристройка. Только вот именно там и могут крысы обитать. Ну вот, например, я сейчас покажу, где теоретически вот у меня на участке может быть такое место. Ну вот, например, на моем участке есть такой декоративный пруд с мостиком, который к нему подходит. Но участок не ровный, он на склоне. И поэтому, собственно, все на столбиках. И вот тут вот, под этим как раз мостом, я уже, собственно, вижу даже разгрызенные полностью косточки. Ну то есть явно хозяйничали крысы. И вот под всякими сарайчиками, вот здесь вот у меня зазор, спокойно проходит рука. А где даже палец проходит, туда крыса тоже может залезть. Вот любой-любой зазор, любая щель, и считайте, там уже целое семейство крыс может обосноваться. При этом именно на моем участке, помимо, так сказать, гипотетических грызунов, вовсю хозяйничают кошки. У меня кошек много. И это, конечно, отчасти проблему решает. По крайней мере, относительно мышей. Ну, как минимум, коты метят различные конструкции, деревья. Хотя запах все-таки хищника отпугивает в какой-то мере грызунов. Ну, конечно, не таких наглых, как крысы. Крысы, честно говоря, даже не боятся этих меток. Кошка может поймать, так сказать, при больших усилиях, ну вот одну мышь. Часто они их не съедают, а используют для игры. И, собственно, не так уж много они этих мышей переловят. К тому же мышей ловит не каждая кошка. И тем более не каждая кошка ловит крыс. Некоторые кошки их даже побаиваются. То есть должна быть кошка-крысятница. Это, безусловно, кошка очень ценная. Она обычно, если кошка ловит кротов, там, мышей, крыс. Вот, допустим, если ловит крыс, то у нее и котята. Она учит и котят тоже ловить крыс. Это передается из поколения в поколение. Но еще раз подчеркну. Это редко. Ну и даже если такая кошка поймает крысу, а на участке может обитать и 50 особей. И даже больше. Просто вы их не видите. Конечно же, они не ходят с троем перед вами. Они в основном тоже в ночное время суток хозяйничают на вашем участке, нанося огромный ущерб. Так что уповать на кошку или кота можно от мышей только летом. А осенью, когда мы с дачи уезжаем, и, собственно, конечно же, увозим с собой свою кошку или кота, а на бродячих кошек рассчитывать не приходится. Они мигрируют по всему дачному поселку. Не факт, что они будут у вас, не факт, что ловят крыс. Садоводы, конечно, уж особенно с крысами мириться не хотят. И используют против них различные народные средства. Но все-таки эти народные средства по большей мере все-таки к большим мышеловкам как-то больше тяготеют. Но ставят пойманки в виде хлеба с растительным маслом, хитроумные бочки с водой. Но крысы, однако, животные очень умные. Но, безусловно, всякие ядохимикаты специальные тоже массово используют от крыс и мышей. Но только они не всегда хорошо работают и не всегда действуют. Поясню почему. Потому что крысы, у них тончайшее обоняние. Они очень примечают любую мелочь. И в основном они просто эти яды, эти препараты даже не трогают. Потому что они понимают, что это отрава. Или же бывает так, что препарат хорошо сделан и крыса, допустим, не испугается. Она его попробует. Но она погибнет мгновенно и это вызовет панику среди сородичей. В результате дело кончится одной крысой, как в случае с кошками. А потом, через буквально несколько дней, снова вся эта рать пойдет на вас. На вашу дачу, на ваши запасы, в ваш подвал, в ваш дом. Да, собственно, крысы, они могут сгрызть все. Они даже могут перегрызть довольно солидную электропроводку. Вот, кстати, все говорят мыши, 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 мыши. Мыши на такое особенно не способны. Мышь может мешок полиэтиленовый, может. Или хладчатобумажный. Но проводка это в основном все-таки дело рук, что называется крыс. Так что большинство препаратов тоже не особенно, а уж не говоря уже об других, отпугивать их, там ультразвуковых, это тоже, в общем, как бы крысы не реагируют. Так что здесь все достаточно сложно обстоит. Однако, все-таки инновационный препарат, который может с этими крысами справиться и справиться очень хорошо, он существует. И я сейчас вам о нем расскажу и покажу, как его использовать. Но существует препарат, который избавит от крыс и от мышей всерьез и надолго. Его я как раз и держу в руках. Он называется ротобор. На самом деле это целая линейка препаратов. Вот у меня сейчас в руках тесто байкет ротобор. А есть еще гранулы, есть еще восковые таблетки. Это разные формы, которые очень удобны для применения в зависимости от конкретных условий и поставленных задач. Вот мне лично тесто байкет сегодня пригодится, потому что я собираюсь все-все-все уголки своего сада и не только сада, но и хозяйственные постройки. То есть у меня большое хозяйство. И везде мне вот этот тесто байкет поможет. Но у кого там, допустим, только в доме замечены крысы или там только фосблоки, может разные типы приманок использовать. Но вот сегодня я покажу, как обращаться с ротобором теста байкетом. Что и как я собираюсь защищать. Все формы препарата таковы, что мыши и крысы обязательно их попробуют, поскольку препарат имитирует естественный корм этих грызунов. В результате употребления препаратов крысы чувствуют удушье и стремятся покинуть помещение. Важно и то, что тушки умерших грызунов мумифицируются и тем самым не издают неприятного запаха. А это беда, так сказать, всех остальных препаратов. Помните, что грызуны, они мигрируют по всему саду. Поэтому нет смысла в одном месте раскладывать много препарата. Лучше понемножку, но охватить максимальное количество мест. Так вы сразу избавитесь от всей этой рати грызунов. И прежде всего я защищу красоту своего сада. Защищу посадки луковичных цветов. Вот здесь у меня уже обрезаны многолетники и видно. А я всегда помечаю те места, где у меня и растут луковичные, и где планируются. Ну, планируется я помечаю камешками, а вот там, где они уже посажены, я посыпаю декоративную щепу. Зачем? Да чтобы осенью это знать. Именно туда раскладывать препарат. Поскольку крысы и мыши прежде всего полакомятся, конечно же, тюльпанами. Сейчас мы раскроем наш ротобор. В данном случае это тесто баррикет. Вообще все тестиное, ароматное. Оно просто вот таки манит мышей и крыс на себя. Вот видите, вот в таком виде вот эти баррикетики тестиные. Каждый в индивидуальной еще вот такой бумажечке открываю. И на каждое место посадки луковичного цветка какого-нибудь я раскладываю один тесто баррикет. И этого хватит. Нужно защитить от грозунов, от крыс прежде всего. Ну, и только потом от мышей, так как по яблоням и грушам больше специализируются крысы. Для того, чтобы защитить их, тоже использую тесто баррикет ротобор. Потому что они, крысы, могут сделать кольцевое обгрызание коры. В результате чего яблоня погибнет. А повивка мостиком, она, собственно, не решает проблему. Все равно дерево будет болеть. Обвязка зимняя, она от зайцев больше. По нескольку теста баррикетов раскладываю в приствольный круг каждого дерева. Которое я хочу от грозунов особенно ценных сортов. Потому что вот их жалко. И их, кстати, прежде всего и обгрызают. На участке всегда есть и временные хранилища собранного урожая. Так, например, вот в этом специальном сарае я храню до наступления заморозков яблоки. С тем, чтобы они успели закалиться. Ибо яблоки не очень хорошо опускать сразу в подвал. И, конечно же, такое великолепие привлекает крыс на раз, два, три. А вот что бы не привлекало, я и сюда несколько этих замечательных тестов баррикетиков положу. В серии РТОБОР сразу несколько препаратов. На все вкусы, на любые запросы, что называется, крыс и мышей. Высковые таблетки, зерновая приманка, гранулы. Ну и вот, естественно, тестовый кет, о котором и идет речь. Следующий элемент атаки крыс и мышей, это, безусловно, везде, где есть более-менее поверхностно находящаяся электропроводка. Вот любят они это дело, наверное, это у них хобби. Так вот, чтобы ваша проводка, ваши провода не были погрызены, то тоже около каждой такой точки нужно положить ротобор. Ротобор. И все. И провода будут в безопасности. Ну а теперь, естественно, мы куда отправились? В подвал. Здесь хранится основной дачный урожай. Вот у меня картошка, ну как водится, хранится так, как положено. А вот овощи, свекла, морковка там замечательная, все мои сортовые вещи урожайные, они закопаны в песочек. Но песочек совершенно не препятствие для крыс и мышей. Они прекрасно находят это все и в песочке. Они же роют. Так сказать, для грызунов это нормально. Ну так, а чтобы они не подходили к моим запасам, я просто-напросто вот сейчас эти тестовые кетры отобор разложу. Ну я считаю, что вот около каждой емкости достаточно два тестовые кетры положить. Ну я так делаю. Вот у меня тут, в общем, корыто, где морковка. И положу я сюда два тестовые кетры отобор. Ну и около остальных емкостей так же. Так что думаю, что прежде всего, конечно же, они будут пробовать его. Вот так легко и просто применяется этот препарат от грызунов, ротобор. Особенно прекрасно то, что он помогает справиться с крысами. Ведь с ними бороться гораздо сложнее, чем с мышами. В результате мой урожай и все дачные ценности будут спасены. А я буду спокойна. Правильный выбор и чередование препаратов серии ротобор позволит избавиться от грызунов раз и навсегда. Ну а сейчас я прощаюсь с вами. С вами была Ольга Воронова и канал 7дач. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и задавайте вопросы в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok